всем привет вы находитесь на канале фифа by girl и мы продолжаем нашу рубрику футболисты которые сегодня поговорим о игроках которые загубили свою карьеру в манчестер united как обычно выводы делайте сами мы всего лишь предлагаем вам информацию из всемирной паутины полетели номер один в нашем списке возглавляет оуэн харгривз 2007 2011 года 39 матчей 2 гола 2 асиста харгривз переходил в манчестер united в качестве одного из лидеров баварии за талантливого полузащитника английский клуб не пожалел отдать аж 25 миллионов евро тем не менее эти деньги оказались потрачены в пустую в англии харгривз намного чаще посещал лазарет чем футбольные поля из-за серьезных проблем с коленями оуэн лечился месяцами конце концов стеклянного игрока решили отдать в ман сити за горожан хавбек отыграл всего лишь четыре матча а после завершил карьеру на тот момент англичанину был всего лишь 31 год многочисленные травмы так и не оставили его в покое клейберсон 2003 2005 это номер два нашем списке от 30 матчей два гола и 6 асистов у себя на родине бразилий стал настоящей легендой атлетико паранаэнсэм клейберсон помог родному клубу впервые выиграть чемпионат бразилии по праву вошел в состав символической сборной за всю историю атлетика этого для ему оказалось вполне достаточно чтобы приобрести полузащитника однако в англии у клейберсона сразу не заладилось из-за травм и невнятной игры он редко попадал в заявку а когда выходил на поле приносил мало пользы в результате полузащитника перестали вызывать сборную бразилии а вскоре монкунянцы продали его в бешикташь в турции у клейберсона тоже не получилось так что ему пришлось возвращаться на родину с тех пор он выступал только за бразильские и американские клубы номер 3 диего фарлан 2002 2004 года 98 матчей 17 голов 8 результативных передач молодого уругвайского форварда манчестер юнайтед перехватил у мидлсбора диего уже получил разрешение на работу в англии когда в дело вмешался манчестерский клуб впрочем ничего хорошего из-за такой агрессивной трансферной политики не вышло для обеих сторон в юнайтед фарлан быстро скис из-за голевых засух высокой конкуренции скромного количества игрового времени удерживать незабивного форварда мю не планировал поэтому незадолго до покупки руни сплавил уругвайца вели реалу в испании форварда наконец прорвало он фирил составе вели реала и затем атлетика а в 2010 помог своей сборной занять четвертое место на чемпионате мира и был признан лучшим игроком турнира к сожалению на этом все серьезные успехи диего закончились он так и остался добротным форвардом для хороших команд хотя потенциал позволял ему стать великим каком-нибудь стоп клубе номер 4 хуан себастьян верон 2001-2003 года 82 матча 11 голов 11 ассистов в лацию аргентинский полузащитник был супер звездой а в манчестер юнайтед превратился в дорогую абузу сэр алекс фергюсон тщетно пытался встроить новичка за 42 миллиона евро в игру команды и оправдывать его перед журналистами адаптироваться в англии верон так и не смог вскоре манкунянцы отбили половину и суммы потраченной на аргентинца продав его в челси но из-за травмы у верона не заладилось и в лондонском клубе позже он выступал за интер и родной эсудиантес но вернуть былой уровень хуан так и не смог 5 номер в нашем списке неудачников и мю андерсон 2007-2015 годам 181 матч 9 голов 21 ассист в конце нулевых андерсон считался одним из самых талантливых молодых футболистов мира рассчитывая с помощью перспективного игрока порту надолго закрыть позицию в центре поля манчестер не поскупился и потратил на футболиста 31 с половиной миллиона евро однако как стало известно позже united лишь приобрел дорогого баночника в англии андерсон только деградировал нарушал дисциплину и злоупотреблял вечеринками он продержался в манчестере аж восемь лет только потому что никто не хотел покупать его после того как наконец манкунянцы избавились от него андерсон поиграл на родине и в турции закончив с футболом всего в 31 возможно карьера бразильца сложилась бы иначе если бы манчестер не соблазил порту серьезным предложением а футболиста жирным контрактом хотя кто знает тут все зависит от игрока номер 6 memphis депой 2015 2017 53 матча 7 голов 6 ассистов депой считался одним из самых талантливых голландских футболистов своего поколения он был лидером psv и перед уходом в мю помог клубу выиграть эра дивизию однако в юнайт от футболист купленный за 34 миллиона евро чаще оставался на скамейке запасных чем выходил на поле а с приходом жозе мурине он вообще перестал попадать заявку португали читал депая профессионалом но из-за высокой конкуренции шанса а джозе голландец так и не дождался он был продан в лион где перезагрузил свою карьеру набрал форму и вышел на прежний уровень но в декабре 19 к сожалению порвал кресты выбыл на длительный срок после этого восстановился и как мы знаем сейчас он перешел в барселону где играет на высоком уровне так что к сожалению манчестер юнайтед оказался мне его клубом генрих мхитарян 2016 2018 года 63 матча 13 голов я помню гола скорпиона 11 результативных передач в баруси дортмунд мхитарян был звездой он регулярно забивала давал голевые передачи и приносил немцам отнюдь не меньше пользы чем ливандовский ройс или абамьян переход в мю должен был стать для армянского полузащитника шагом вперед но к сожалению в англии его ждал полный провал португали с муринью открыто критиковал мхитаряна после разбора одного из матчей между игроком и тренером возник конфликт из-за которого генрих потерял место в основе реанимировать карьеру хавбек попытался в арсенале но в лондоне он тоже был далек от оптимальной формы позже он был отдан в рому где у него более-менее стало все налаживаться и как мы знаем сейчас пришел муринью и тут уже интересно будет последить за их взаимоотношениями номер восемь александр бютнер 2012-2014 годам 28 матчей 2 гола 3 асиста когда бютнера приобретал манчестер он был без ума от счастья перспективный защитник витеса не верил что вскоре будет выступать вместе с великим соотечественником робином ван перси тем не менее в полной мере насладиться игрой за топ-клуб у бютнера не получилось голландец проигрывал конкуренцию и не попадал в состав поэтому спустя два года после его приобретения монкунянцы продали защитника в динамо после он поиграл за андер лех вернулся в витес и уехал доигрывать в сша до карьера в манчестере у него не сложилось сейчас он играет за вал вейк под номером 9 в нашем списке числится уилфред заха 2013 2015 года воспитание кристал пелла заха на заре карьеры оказался в мюм в юнайтед ему как перспективному вингеру не давали шансов заиграть и регулярно отправляли в аренды а после продали обратно в полос где он как мы знаем играет и до сих пор и у него там все очень даже хорошо в родном клубе уилфред стал главной звездой ежегодно после ухода из мю он входит в тройку лучших дриблеров apple тем не менее отпускать его арица пока клуб не торопится так что еще один шанс заиграть в топ-клубе заха может и не получить 10 место пианист алексис санчес 2018 по 2020 года санчес мог бы до сих пор играть на высочайшем уровне но переход в мю похоронил его карьеру в новом клубе алексис совсем не прижился он невнятно играл был нелюдим и избегал общения с партнерами в результате его отдали в аренду интеру однако итальянский клуб нам учился с игроком тогда еще около двух месяцев алексис пропустила за травмы когда же челиец был здоров то выступал очень нестабильно у него там голов конечно побольше чем у манчестере как мы знаем в интере он играет но возможно не на том уровне напишите в комментариях как вы считаете на каком уровне сейчас находится алексис если вспоминать его карьеру я бы назвала арсенал и барселону клубами в которых он очень добротно смотрелся в манчестере он был лишь абузой с огромным контрактом фабьен бортес номер 11 нашем списке француз 2000 2004 годам 139 матчей 136 пропущенных голов в мю бортес должен был стать преемником шмейхеля однако в англии гол кипер неожиданно регрессировал он часто допускал нелепые ошибки и в итоге проиграл конкуренцию тиму ховарду после бортес уже доигрывал в марселе и нанте на этом список наш завершён возможно какие-то игроки не уровнем ю но все же они были на карандаше перспективно ходили оставляйте свои комментарии как вы считаете кто из них должен был остаться в манчестере что пошло не так возможно личные неприязни с тренером и т.д. и т.п. всем большое спасибо за просмотр увидимся в будущих рубриках футболисты которые не забывайте подписываться на канал оставлять комментарии и прожимать колокольчик чтобы не пропустить замечательные выпуски на этом канале всем пока